Друзья, всем огромный привет! Решила снять вам такой небольшой прогулочный влог. Хотела вообще сначала рассказать вам о развитии ребенка в три месяца. Нам сегодня ровно три месяца и хотела поделиться с вами, как у нас Мишутка с рождения развился до трех месяцев. Но пока я здесь ходила, бродила, гуляла и рассказывала. Короче, у меня ничего не получилось, потому что здесь ходят, бродят люди, и причем такие люди, которые не работают и, как сказать, ну высматривают кто что делает. И для них это как-то дико, то что я здесь с камерой, поэтому такие взгляды со всех сторон, и я так подумала, не могу я, короче, сосредоточиться, потому что столько деталей хотела вам рассказать о том, что как Мишутка развился, как что изменилось в это время. И поэтому сделаю вам такой влог сейчас не о чем, просто о прогулке, а потом дома уже в хороших спокойных условиях. Я вам расскажу детали, или составлю видео, как наш малыш развился в три месяца. Сегодня у нас замечательный день, сейчас я тоже поеду, еще раз прогуляюсь, открою коляску, он здесь с Мишуткой, он здесь смотрит, думает, что... Так, ничего сделать не могу я, секунду, положу вас коротко. Так, проедем еще один кружок и пойду домой. Покажу я вам, в чем я гуляю. Сегодня я делаю такой вот топик, потому что жара, такую юбку и такую обувь. В принципе, в этом очень удобно гулять. Топик я заказывала в H&M, как по-русски говорят, на немецком Hound M, и он специально для кормящих мам, если вы, в общем, на улице хотите кормить, то этот топик обязательно для вас. Я его просто одела, я сейчас домой уже пойду, Мишку кормлю всегда дома, но, может быть, когда-то в будущем, потом, когда мы будем куда-то на долгое время выходить, когда я буду кормить его также на улице, как-то прикрываться, наверное, и тоже кормить, потому что каждый раз бежать домой, каждые три часа. Это, конечно, не вариант. Но это когда он уже подрастет. Сейчас мы гуляем всегда здесь в основном. Здесь зеленые деревья. Это слегка не прям так рядом возле нашего дома. Я отхожу от нашего дома, потому что возле нашего дома там только детская площадка, и нет таких больших зеленых каких-то ограждений. Вот. Сейчас вернусь опять. Так, друзья, продолжаю себя снимать. В общем, прошла я сейчас там площадку. Там потому что куча людей, они все смотрят. Я как-то это пока еще не привыкла к такому большому вниманию ко мне. Я поэтому особо прохожу такие толпы. Сейчас там просто увидела одну мамочку. Хотела вам рассказать. У нее... Она... Ну, ребенок у нее меньше, чем мой. То есть нашему сейчас три месяца. Ей, не знаю, где-то, наверное, может быть, полтора месяца ребенку. Видно, такой маленький. И солнце вот сейчас печет конкретно. Я хочу сказать, на улице где-то 26-27 градусов. Естественно, на таком солнце ребенка держать крайне нельзя. У ребенка до трех месяцев нет, как это говорится, теплообмена. То есть организм еще не держит ни тепло, ни холод. Вот. Поэтому в такие, как бы, жесткие температуры ребенка абсолютно нельзя. Она села на лавку, взяла ребенка, начала давать ему бутылку, то есть не кормить своей грудью. И ребенок у нее орет, ему жарко, солнце светит в глаза, шапочки нет. И я когда смотрю на такое, я не знаю, может быть, я чересчур какая-то бешеная мамаша. И вот сейчас он у нее опять там что-то орет, я слышу. Ну, мне просто жалко этих маленьких детишек, которые, вот, где мама не прочитала, видимо, ни одну, не знаю, книжку или еще что-то, как ухаживать за ребенком, да, что ему в данный момент надо. Ну, я, в общем, не хочу никого сейчас как-то обижать. Но самое важное вообще после, конечно, беременности, беременность это все хорошо, все про нее узнать и так далее. Но позже, конечно же, это уход за малышом. Это самое все, что, ну, не знаю, о чем мама должна задумываться. Вот. И держать малыша на таком солнцепеке, когда ему полтора месяца, ну, это вообще крайне нельзя. И он у нее орет, и в этот момент она дает ему эту бутылку и начинает его трясти, как бы, в том плане, что, типа, успокойся и так далее. Я думаю, ну, естественно, у себя ребенок орет, ему жарко, солнце светит в глаза, голова нагревается, вообще такое делать нельзя. Естественно, я не могу к ней подойти, сказать, там, поумничать. Ну, просто мне жалко таких вот маленьких детишек, да. В общем, вот так вот у нас выглядит наш детеныш маленький, лапка вот торчит. Я ее здесь прикрываю также от солнца. Абсолютно так же нельзя, чтобы сгорали ножки или вообще кожа у детей очень нежная. Поэтому допускать такое, конечно, абсолютно нельзя. Вот сейчас солнце зашло, гораздо лучше стало. Вот так вот, дорогие мои. Конечно, стоит вообще гулять утром, да, когда еще совсем свежо. Ну, вот у нас сегодня просто первый денек, когда вышло солнце. Я сама разголилась, можно сказать, потому что мне хочется самой чуть-чуть тоже как бы подзагореть. Не то, что там сгореть или еще что-то, а просто набраться витамина D и иметь какие-то силы. Вот, поэтому я вышла сейчас. Ну, сейчас мы уже скоро пойдем домой. Мишка уже хочет кушать. Вот так вот, друзья. Так что, если кому-то понравилось это видео, такие влоги маленькие, говорите мне, ставьте лайки. Я буду тогда знать и буду в таком формате, потому что я гуляю с Мишкой каждый день. И буду вот в таком формате вам на этой площадке рассказывать какую-нибудь болтовню. Как я уже сказала, хотела вам рассказать о нашем развитии трехмесячном, но это позже потом дома сделаю, потому что я поняла, с темой очень сильно сбиваюсь и получается как бы видео абсолютно растянутое и неинтересное. Вот, если вообще вам, как я уже сказала, в таком формате понравится это видео, то ставьте лайки, я буду знать, что в таком формате вам следует дальше снимать. Ну, ладненько. Пока-пока. Пока.